SCP-659. Совместный птичий разум. Класс объекта. Евклид зачеркнута. Реклассифицирована как кетер. Особые условия содержания. Всех особей SCP-659 следует держать на расстоянии не менее 25 метров друг от друга. В идеале особей следует содержать в различных учреждениях. Однако опытным путем было установлено, что расстояние в 25 метров является достаточным для предотвращения формирования стаи. Смотрите документ 659. Отдельных особей SCP-659 можно содержать как обычных птиц. Однако стратегия содержания должна меняться раз в неделю или чаще. Если есть подозрение, что данная особь выбрала способ побега, ранее задействованные стратегии содержания не следует использовать повторно на одной и той же особи. В случае форс-мажорных обстоятельств следует полностью перекрыть учреждение. Начало зачеркнутого текста. Поскольку SCP-659 в основном безвредны, поимка особей в естественной среде обитания является второстепенной задачей. Конец зачеркнутого текста. Поимка или уничтожение всех особей SCP-659 в естественной среде обитания – задача чрезвычайной важности. Формирование стаи следует пресекать всеми доступными средствами. Описание. SCP-659 – разновидность птицы, похожей на цаплю, обладающие модульным разумом. Ареал обитания этих птиц – Северная Америка. Известно о существовании не более одной стаи. Но имеются неподтвержденные свидетельства появления этих птиц в Европе. Смотрите документ 659 разосекречено. Зачеркнутый текст. SCP-659 питается рыбой, поэтому предпочитает гнездиться в заболоченных местностях, однако может выживать вблизи естественных водоемов. Конец зачеркнутого текста. Установлено, что SCP-659 могут питаться любым мясом, но предпочитают при возможности все же питаться рыбой. Изолированные от стаи птицы ничем не отличаются от обычной цапли. Находящиеся в близком расстоянии птицы приобретают разум, равный сумме разумов отдельных особей. Даже отдельные от стаи SCP-659 остаются более умные, чем большинство видов птиц. Изолированные особи SCP-659 способны решать простые задачи, пользоваться инструментами и невероятно быстро обучаться. Сплотившиеся в группы SCP-659 могут сбежать из любых условий содержания, предпринятых фондом. По этой причине наиболее эффективной стратегией сдерживания является изоляция. Опытным путем было установлено, что стаи SCP-659 достигает уровня разума, равного человеческому, когда численность стаи превышает секречно особей. Несмотря на превосходную скоординированность стаи, признаки группового сознания или ульевого разума отсутствуют. Увеличивается только интеллект, элементы телепатии в поведении стаи отсутствуют. На фотографии отдельная особь SCP-659 в естественной среде обитания. Также имели место разногласия внутри стаи. При таком уровне разума стаи способны обучаться человеческим языкам. Имелись случаи обучения английскому. Смотрите протокол интервью 659 ради. Испанскому смотрите протокол интервью 659 разосекречено. И французскому смотрите протокол интервью 659 разосекречено. Языкам. Скорость обучения превышает человеческую. И даже маленькая стая обучается быстрее обычного человека. Зачелкнутый текст SCP-659 не проявляет враждебности. Конец зачелкнутого текста. На этом уровне разума SCP-659 проявляет ярусную враждебность к людям. Изначально это поведение не было характерно для найденных в естественной среде обитания SCP-659. Но после инцидента 659-А оно было характерно для всех случаев формирования стаи. Инцидент 659-А. Дата засекречена. Нарушение условий содержания в зоне засекречена. Привели к побегу с секречной особей SCP-659. Что привлекло за собой гибель всех сотрудников учреждения, кроме секречного человека. Была объявлена полная эвакуация. Отчет о которой приведен в документе 659-А засекречено. В двух словах стая пресекла все попытки людей покинуть зону, проколов клювами шины всех автомобилей, перебив телефонные провода и отправив некоторую часть стаи для наблюдения за зоной с воздуха. МОК секречно получили задание расследовать внезапное прекращение связи и сумели восстановить контроль. С множеством удалено потерь. Стая, осуществлявшая наблюдение, не поймана до сих пор. Протокол интервью 659-1. Опрашиваемый SCP-659-1. Интервью ведет доктор З. Секречна. Предисловие. Данное интервью было взято вскоре после нарушения условий содержания в зоне засекречена. Инцидент 659-А. Стая все еще не была разделена, поэтому организация решила предпринять попытку контакта. Проводивший интервью доктор З. Секречна был отделен от птиц. Пуле непроебоеваемым стеклом. Доктор. Итак, я доктор З. Секречна. Вы меня понимаете? Небольшая группа SCP-659 нападает на одного члена стаи и убивает его. Еще одна особь, не входящая в эту группу, далее SCP-659-1, клюет труп, обмакивая клюв в кровь жертвы. Птица пишет кровью на стекле. SCP-659-1 пишет. Да. Доктор, зачем вы это сделали? SCP-659 начинает писать, но понимает, что кровь на клюве успела высохнуть. Клюет труп еще раз. SCP-659-1 пишет. Не веди себя, как если не знаешь. Доктор, я не знаю. SCP-659 клюет труп. SCP-659 пишет. Это вы начали. Доктор, мы начали. Что вы нам сделали плохого? Что мы вам сделали плохого? SCP-651 выжидает. Все особи SCP-659 качают головами. SCP-659-1 клюет труп. SCP-659-1 пишет. Свобода. После этого SCP-659-1 не отвечал ни на какие вопросы.